Остается, точнее осталось после прошлой игры, дорогие наши зрители, но возможно в этой игре все будет по-другому. Unknown и Pain на ваших экранах, счет 1-1 на данную минуту, ну вот не будем, наверное, обсуждать, что случилось в прошлой игре, потому что, ну, это... Ну, да, действительно довольно странные вещи, Bloodsicker не нафармил, SF немножко проиграл, и ребята решили сразу прям закончить с той картой, решили сразу перейти к следующей, потому что прекрасно понимали то, что дальше у них уже ничего пойти-то и не сможет. Что касаемо третьей игры, пикается Квапа против Квапы, ну, сразу же просто ребята пикают Веспа Тинни, и вторым пиком к Unknown заезжает Шейкер. Не Виверна, а Шейкер, и Виверна моментально банится. Очень странно сейчас, Гот сделал. То есть Виверна — это потрясающий герой против Веспа и Тинни, ну, наверное, самый просто наикрутейший. Ну, в принципе, еще Дизраптор, да, но все-таки Виверна, наверное, поинтереснее. Дизраптор просто увозит, так сказать, Веспа там, да, или Тинни, а Виверна убивает. А Виверна убивает. Ну, это да, Виверна убивает. Скаймэк, второй саппорт, очень, конечно, стандартный пик, и такой пик постоянно можно наблюдать от Вичи Гейминг. Ну, они с этим пиком выигрывают. Да, конечно, 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 Тинни Висп, Скаймэк, Роумящий Саппорт. Опять же, есть замедление, есть какие-то там голуби, получает он экспириенс. Также может и в мид прийти быстренько, разобраться с Синни, с Виспом. Выглядит все, ну, просто потрясающе. Скаймэк, вот мне нравится. Мне нравится. Третий герой, вот центр для Токана на сегодня. Посмотрим. В принципе, он на каждом отыгрывал довольно неплохо. Может быть, у него какая-то будет интересная. Ну, честно говоря, если против вас и ОСТ не стоят в центре, может быть, есть смысл тоже какую-то дабло организовать. Или взять лесника типа Энчи, Чена, чтобы как-то крипов выводить на линию и мешать и Ио, и Тинни. Ну, надо уметь играть на лесниках, на таких как Чена, Энча, и Нигма, потому что все-таки непростые персонажи, и там много надо уметь и контролировать одновременно и героем, и крипами, и стаки от воды, пулы делать. Ну, в общем, много на плечи ложится. Он заехал Леончик, и Леончик, кстати, выглядит довольно симпатично. То есть убивать Виспа чем-то уже имеется. Есть Квопа, есть Леон. Да. Как бы так же есть контроль. Одного застанил, второго хиксанул и убежал. Ну, якобы. Дарксир. Тут интересно. Такой это Харлайнер. Да, всех стягивать под Тинни, насколько я понимаю. Будет Стан, это сделать довольно-то нетрудно. То есть вакуум, Эволанж. И все. Там уже, естественно, будет развал кабинетов конкретный. Также есть Сайленс для Queen of Pain. Квопа, это герой, который пленкается с анимацией, а Сайленс вешается у нас без анимации, без какого-то каста. Можно и успеть. Хускар. Хускар. Вот он, персонаж, который будет якобы убивать Тинни. Но я все равно не совсем этого понимаю, потому что есть оверчардж. Оверчардж, я хочу всем напомнить, то, что блокирует 20% демеджа, который принимает герой, которому ты присосался с оверчарджем. То есть прыгает Хускар в Тинни, у Тинни снимается не половина здоровья, а 30%. Ну, может, они все-таки рассчитывают, что ли, омского боя, сразу будут и выводить, и только потом будет Хускар вступать в сражение или что-то такое. Может быть, они даже Шейкера в оффлайн поставят, и Хускар какого-то хиллера доберут, там, типа Дазла или Видждоктора. Ну, Видждоктор для Хускара, конечно, такой себе вариант. Вот Даззл он не знает, но он не знает в бане, и он не знает милишник все-таки. Ну, посмотрим. Да-да-да-да-да, Шейкер мог бы, конечно, пойти в сложную, действительно. Можно еще Герокоптера, в принципе, Пейна взять, но им все равно соло-герой какой-то нужен. Потому что если Ио сегодня в центре стоят, Дарксир в сложную, то еще саппорт остается Скаймай, который может, в принципе, с Герокоптером пойти, постоять на линии, и под стяжку Дарксира будет нормально калдаун заходить, но все остальные скиллы Герокоптера. Ну, нужно сейчас изначально еще что-то забанить ребятам из Пейна. Ну, это сложный вопрос, действительно, что банить. Ну, что здесь банить? Думать. Дазла, скорее всего, потому что, опять же, Шейкер может пойти у нас в сложную, ну, или какого-то хардлайнера очень хорошего, какого-нибудь там чуть ли не Кентавра. Угу. Ну, это да. Темпл рассаси. Просто Темпл рассаси. Ну, Темпларка, да, она была сильна в первой игре. О, ну, это тоже неплохо. Формящая. Такая вот девушка у нас появляется, но, насколько я понимаю, то, что сейчас... Все-таки Верка отправится в мид-лейн, а Тинни будет фармить на линии. Почему-то мне так кажется. Ну, можно и так, да. В принципе, трипла, Скаймаг, Тинни. И она как бы уничтожит Шейкера или любого, кто там подойдет. Будет пытаться подходить. И, в принципе, отправит его куда-то в леса, и сразу же Скаймагу развяжутся руки-ноги-крылья, чтобы гангать там Квапу в миде или там Хускара. Ну, кто будет где-то стоять, не суть. Ну, самое главное, видишь, что интересно, что есть Тинни и Верка, которые физдамаг вносят. А Хускар как раз этого самого физдамага и боится-то, потому что магия его особо-то не трогает. Вот, когда у него все-таки оффлейнер, значит, два саппорта будет Шейкер-Леон. Ну, окей. Есть герой для инициации потрясающий у Unknown. То есть Квапа здесь не заинициирует, она прегает и умирает моментально. Я думаю, это всем понятно. Есть Аваланж, есть там, опять же, Мистик Флэр какой-то с замедлением, есть Шейкл от Верки и так далее. То есть Квапа мрет на месте. Если она блинкуется, как-то старается инициировать Шейкеру до Даггера, разумеется, тоже очень долго Леону. Также Хускар прыгает. Вот Хускар, да, может ворваться, но проблематично. Аквакверк самое то. Да, не жалко. Вместе с Хускаром, да, ворвался, влетел. Квапа где-то со стороны там покричал на Скаймага на Виспа. И, в принципе, успех. Успех для Unknown. Но пик Пейнгейминг мне нравится больше. Ну, по сути, да, у них как бы и дизейблы. Ну, правда, у них ближнего боя такие дизейблы. У Тинни дизейбл, у Верки тоже этот Шейкл непонятный, который то вяжет, то не вяжет. Ну, будем надеяться, что вот эта вот игра какая-то будет серьезная. Потому что вторая как-то... Ну, первая, в принципе, была серьезная. Там хорошо выиграли обе команды. Ну, так более-менее. Конечно, Unknown там как-то выигрывали. Ну, вторая была совсем неинтересно. Ну, не то чтобы неинтересно, но как-то так она оп, и руки опустили, и все. Ну, извините, мы не можем дальше играть, ребята. У нас перерыв. У Тинни, кстати, 0 армора изначально. Это вот очень интересно. Но зато у него сопротивление физуруну 1% отличает Скаймага. Да. Скаймага 0. Хотя каждый из 7 очков ловкости увеличивает броню на 1. А там есть фишечка в доте, что изначально у многих героев минус броня. То есть у Дроу Рейнджер, там, грубо говоря, изначально минус 3 брони. И за счет того, что у него там есть ловкость, у нее типа там 0 или что-то такое. Здорово. Такие хитрости придумали разработчики. Ну, да, так, в принципе, вникать в механику доты можно очень долго. Наверное, поэтому и боятся многие люди или игроки как-то. То ли играть в доту, то ли признавать доту хорошей игрой. Там Днайт надо, ребята, вы что? Как же можно в это играть? Там золото не на всю команду дается за убийство крипа. Там еще какие-то есть типы урона. Бежим отсюда. Бежим в Хардстоун. Там все понятно. Я, конечно, утрирую. В Хардстоуне тоже есть свои заморочки. В Хардстоуне, да. В Хардстоун нужно сидеть прям на каких-то турнирах. Ребята вычеркивают карты. Майнгеймс. Майнгеймс там слишком прям колоссальный. Ты должен читать врага. Читать еще как? Что он будет делать? Возможности в Хардстоуне не меньше, чем в Доте, наверное. Ну, ты знаешь, я, честно говоря, единственная карточная игра, в которую я играл, это Гвинт. Я не силен в карточных играх и знаю один Хардстоун, в принципе. Ну, я вот тоже, я когда в детстве, ну, во времена моей молодости, скажем так, у нас кто-то был в школе, кто увлекался Magic the Gathering. Вот это, как бы, прабабушка всех вот этих вот карточных игр, самая первая игра. Вот я тоже что-то поигрывал там, ну, только за компанию. Ну, довольно интересно, в принципе, да, эти, во-первых, коллекционирующие, играешь там, ну, я понимаю, в принципе, людей, которые увлекаются этим, действительно доставляют удовольствие. Ну, тем не менее, как бы, Дота тоже доставляет удовольствие. Ну, и давайте, друзья, уже, наверное, переключимся на Доту, потому что тут кто-то вылетел, Тинни вылетел. Ладно, тогда можно, наоборот, не переключаться на Доту, можно еще что-нибудь поговорить посторонним, пока у нас пауза. Ну, вот, недолгая была пауза, Тинни, быстренько прочекал ставочки. Так, парни, играем, говорит, эту игру выигрывать надо, там ставки нормальные. Да, у Тинни голова от другого сета еще вдобавок очень завално выглядит. Весь белый, голова им коричневая. Ну, он же камень нашел, где-то камень присобачил себе, что старого. Такой, да. Глазя, глазенками своими лупают. У нас, кстати, может получиться драка на верхней линии за руну, довольно, кстати, интересно, интересно, если он со Станом, пока что здесь находится Дараксир, только с виспом. Вот так вот, сразу колоть, колоть, еще как колоть, подкопал, а уйдет ли теперь? Ой-ой-ой-ой-ой. Фиссуры перегородили, очень интересно. И Тао должен сейчас будет ульгать в сторону. Стан там через 4 секунды, за ним, естественно, уже никто не побежит. Ну, и руна достается к лапе. Снизу заберет Федор также руну, будет находиться в мидлейне. Да, это фармящий Тинни на линии. На самом деле Тинни в мидлейне очень хорош, все-таки, с виспом, как по мне. Да, на линии он не столько потенциал свой разворачивает. Ну, посмотрим, в общем, что такое. Не беру себя перевести вот это вот словосочетание, буквосочетание. Шейкер, 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 шейкер. Ну, где твоя фиссура? И он просто здесь пугает фиссурой. Оп, разделил. Хорошо, разделяй, влавствуй. Но влавствуй-то над кем? Верка тут сама над кем ходит, повлавствует. Правда, ничего не качала она. Потихоньку пострелит по квапе. Вот с Веркой есть одна небольшая проблема. У нее очень классная анимация атаки. Она постоянно колет вас своими стрелами, кстати, в нападении. А, да, да, ты раз стрельнул, два стрельнул. И как-то у тебя уже половины хп там нету постепенно. Такая неприятная пауэршот. Ну, конечно, зарядила прямо в крипа, наверное, чтобы убить. Хотела бы по квапе попадать, она бы в другое место давала. Ой, фиссура прилетела, хорошо. Он докричает, надо прыгать. А крика-то нет, второй левел всего лишь. Ну, с руки сейчас будут запиливать просто и отхиливать, пытаются что-то делать. Квапа уходит, потому что сама просела. Пауэршот наказал чуточку, чуточку наказал квапу, но не убил ее. Ну, нет никакого отхила абсолютно, висп тащит себе уже боттл и нужно... Кстати, а почему висп не занимается вот этим деянием очень интересным? То есть здесь есть два стака, висп просто ломает леса и все это дело стакает. Ну, выглядит потрясающе. Фарминг также есть кому-то. Есть тот же самый тени, висп очень больно, виспу еще одну тычку, хорошо улетает, но скорее всего... А, отпевается, да. Ну, квапа тут просто негодует, уже двоих там на трех хп отпустило. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, на последнем тике. Ай-яй-яй-яй. Там буквально-то не хватило, сколько... А, там второй даггер. Там второй даггер именно по этому номеру, у него было 25 хп. Я думал, что, ну, как бы там плюс резист есть. Очень странно. Федор, кстати, можно сейчас огородить, так сказать, весь проход. Угу. Нет, шекер что-то непонятное сейчас будет здесь делать. Ждет курьера, что ли? Ну, что он курьер, да-да-да. Потому что ничего в уэрхе нету. Но если есть Ио в центре, то не обязательно курьер должен приходить. Это должен понимать шекер. Ну, честно говоря, вот если говорить о Ио, то первое, как бы руну не забрали ему изначально, боттл не взял себе, действительно, стаки можно было сделать. Вот изначально проедаете здесь лес и просто дабл стаки, фигачите постоянно-постоянно. А потом Тинни, когда ему на линии делать нечего, приходит, засыпает, задувает. Конечно, конечно. Да и та же самая Верка, пауэршотами там так же может постараться. Или Дараксир просто прийти, заколоть их всех Айншеллом со сложной линией, которому так же нужны артефакты. Вариантов куча. Любой герой, которому плохо, так, фиссура, очень здорово, подкопали, не успел прожать сюрж, прожимает сюрж, там еще и хекс сейчас вдобавок. Так же не успел прожать и просто огненным копьем сейчас добивают. Рецептик на Арблет уже имеется. До самого Арблета, в принципе, тоже не так уж и далеко. В общем, кэри фармят хорошо. У Аноун и в центре тоже парни фармят хорошо на протяжении всех трех игр. Федор, поэтому тут как бы, ну, так и должно быть, по сути. 23 крипа. Да, то, что вот у Федора 10 крипов на VR-ке, и Тинни стоит на линии, а не VR-ка даже самая даже стоит на линии, это теперь проблема, считается, как по мне. Ну, что они перемудрили тут сами себя, как-то непонятно. Зачем ИО для VR-ки в миде? Ну, VR-ка просто удобнее стоять против Квапы изначально, потому что хороший мидер сам по себе, действительно, получает уровень, бегает, всех убивает. Ну, и, возможно, мы увидим, действительно, чуть позже всю эту связку, потому что VR-ка уже пятый уровень, там, у VR-ки все здорово. А, Бузи-то на Боттл, а это свой Боттл? Да, это свой Боттл. Не с кем тизериться, еще и Фессура, а все-таки есть уже с кем-то, и Майк подлетел, спасают его. Да, а там крип, там просто крип по 10 урона постоянно вкуливает. Приходится отпиваться прям сразу же. Очень серьезный крип-маг. Опять же, Висп тоже имеет всего лишь 1% к физическому урону. Тинни-то уже 4. Тинни, кстати, летит рецепт на Мидас. Ну, а зато есть Армлет у господина Хускара. Уже Армлет? Ой-ой-ой, прям без всего, абсолютно без всего, просто Армлет, да ладно. Он хочет быть сверх-агрессивным. Да. У него почти 6-й левел, может быть он как-то там прям вот сейчас начнет на 6-м левеле просто чудеса на виражах вытворять? Просто прыгать, включать Армлет и давай там бить, 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 бить. Хороший ХП-регейн из Армлета. Ну это да, в принципе, из-за пассивки как-то ему магические сопротивления особо. Крипа, Крипа, Крипа все-таки не убил, не хватило ему до уровня. Там есть Фиссура, хорошо, нужно быстрее убить Крипов, опять же не хватило и не сможет он прыгнуть. Но Серджи, ускакал Дараксир, да, пикали. Еще один скрип. Ты просто посмотри, как пикают на этого Хускара. Одного Крипа буквально мы не хватили до 6-го левела, поэтому Дараксир остался в живых. Окей, окей, ну в принципе да, Хускар, кстати, один из тех персонажей, кто может против Дараксира стать, потому что Айон Шелл магический урон наносит, а? Хускар, имея мало ХП, очень много сопротивления к магии получает. Смотрим Дараксира, ну как бы тут можно, конечно, у него упрыгнуть, но только нужен тогда Хекс и Фиссура сразу. Тебе Фиссура. Там погоня за кем? За Клакверком. По варшот мимо, хочет очень руну отжать, но ман нет на Коги, Саленс получает. Он будет просто убегать. Бежит, бежит, бежит. Какая Сильшота, может, у нас был, когда я понимаю. А Дараксира, суки, приговорили. Ну, прям везде дерутся парни. Очень просто, как бы, да, обрывается лайфбрека, и лайфбрек очень к дамеджеру. Посят Дараксиру пару стрел, там ты догоришь уже без вариантов. Масочка еще появилась у Хускара. Вот так вот, тапка без сего, ему вообще ничего не нужно. Ни веточка, ни стик, ничего ему не надо. Просто маска и рулет. Ну, он, я дерусь, потому что я дерусь, вот так вот. Да, я дерусь, потому что я дерусь, действительно. Ничего, кроме этих артефактов, ему не нужно. Так, 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 а подкоп опять. Опять подкоп в тава, хекс. Ну, прыгай, дружок, нет. Далековато, Хускара далековато, да. Мне, конечно, опять просто запикают этого Хускара здесь. Вот сейчас сапога не хватило ему. Был бы сапог, как бы, добежал бы. Дарксир, да, пикает на Хускара, негодует. Что за фигня? Что с ним делать, Тинни? Где твоя ветка? Давай, приходи. Есть фиссура, но да, опять же не прыгнул. Ну, мне кажется, пора с квакой как-то кооперироваться и вот уже ходить убивать. Вдвоем они с Хускаром могут делов натворить, ну, реально, там, минус два, минус три, минус четыре делать, там, всю команду могут порубить, порезать. Ну, выше уже смол, демиджа-то хватает, очень быстро натворяет этот Хускар, еще и отхиливаться старается. Ой-ой-ой, ему вообще без разницы, что здесь происходит. Такой, да. Я тут сам себе на уме. Так, и будет лихие. Хорошо, должно быть фиссура, а там нет. Ух, так вот просто прыгнул. Хорошо, хорошо, договори, договори, пять копий. Какой же этот Хускар? Ну, Хускар только что поставил олимпийский рекорд по прыжкам в длину. Просто фиксит, мой герман. Пять ноли же. Прыгнул, дал пять копий, еще в полете, там, наверное, когда летел, уже встал в него. Слушайте, реально, какой-то бессмертный Хускар обузит армлет, мастер обуза. Оп-оп, переключил. Да вы что? И танкует дальше. Смотрите, опять переключил. Как-то он очень быстро ему, конечно, здоровье восстанавливает почему-то. Ну, абу. Да, еще какой. Ну что же, появляется у него там 400 золота, есть, кстати, Смог, а Смог означает то, что он сейчас пойдет так Рошана забирать через армлет. Ну, сложновато все-таки, Рошана, мне кажется, будет убить ему одному. Ну, давай, ну, я не против посмотреть на это, если честно. Я всеми рекомендую завтра, потому что... А, там доминатор уже есть. Так вот. Там есть доминатор, там есть уже тапок. Очень здорово. Доминатором, ну, хотя, все равно будет трудно. Хорошо, Саленс, футбором. Можешь сейчас, например, подкликать, сыпать подкверка, подкинули по маршотам, кстати. Вот, на самом деле, Дота начинает игра, его подкинули, по-у-у-у, прям снизу пролетел, подклокверком. Ну, урон был. Ну, это да. Кстати, насчет подкидывания, если Сикер Рубчур положит на какого-то персонажа, то вот, подкинув этого персонажа, он дэмэдж не получит, хотя тоже перемещается в пространство. Куда он? Вверх-вниз? Ну, да. Ну, то есть, Тускар, допустим, Варлус Панч сделает вот того, на кого там Рубчуру положили, но дэмэдж не получит персонаж. Ну, да, он же не двигается, он стоит на месте. Ну, двигается, но в другом направлении. Вместе с Урсой сейчас зашел на Рошана, вот так вот сразу же Фёдор попикал, а знаешь, почему Фёдор попикал? Потому что кто-то здесь, походу, спалился. Ну, окей. Надо подождать там, не знаю, 30 секунд, когда он сделает все дело, зайти его убить, забрать Рошана. Да, конечно, проще. Пауэршот? Да, тут Урсу, Бабе. Хорошо. А, прикинь, снафи, у нас бы арбит просто будет в этот момент, его пауэршотом стивало бы. Ну, Шейкл, ладно, и немножко не хватило, чтобы связывал вместе с Ускаром. Ой, просто охраняют, охраняют, конечно, своего Пускара. Начинается вот этот вот дикий Абуцармлет, забирается Айгенс и возвращается Ускар в мидлейн. Или еще Энштаб сейчас предфармить. Слишком какой-то он лютый. Ну да, ну, короче, по-моему... Ребята, учитесь играть на Хускаре, ребята. Да, Гайд на Хускаре, я только за ним смотрю, на самом деле. Ну, очень-очень интересно играет сейчас на Хускаре Рудольвон... Как там Штрохейм? Рудольвон Штрохейм. Какой-то супернемец, реально. Немецкая дисциплина. Там вот линейка по рукам тренер бьет, когда он не вовремя Арленд переключает. Натренировался. Так, в общем, снизу сейчас подходят к лакверке Леончик и надо хиксить. А, просто пальцем смерти можно. Зачем хиксить? Зачем все выдумывать? Зачем это все? Кому это все надо? Просто палец на сведос. Да, Клакверк не успел конечно ударить. Клаквер улетает вниз. Здесь Тинни сломал вышку. Хорошо. Тинни ворвались. Сейволошем засыпал. И вот что ты теперь будешь делать, Клакверк. Зачем ты вообще сюда прибежишь? Получал очень больно. Фукшот потратил. Пошел на базу. Есть фиссура. Клаквер кричал. Остается здесь Федор. Ну, как-то его просто никто... А, вы, наверное, не знали, что он там есть. Ну, или почему он живой? Ну, только по этой причине, мне кажется. Да, да. Мне тоже так кажется. Моментально там нас убили Скаймайера. Какой-то Хускар, он вообще хоть когда-нибудь бегает с фулл-хп. То есть, у него в личном полтене хп, а он в экшентов прыгает зачем? Так, самое интересное, ты знаешь, он, ну, если оценить КПД полезного... Ну, то есть, КПД, да, КПД полезного действия Хускара, он ни разу не простаивал. То есть, он все время фармит. То есть, крипов, героев, Рошанов, Эншестов, кого угодно. Он, ну, не просто бегает там, перемещается бездумно, да? Он побежал четко по направлению. Он ходит, убивает, фармит. Ну, фармит, и фармит, и фармит, и фармит. Давайте посмотрим на его нетворд. 7100. У Тини тоже 7100, но у Тини как-то... Но основное, что Хускар брал, как бы, по своей команде, опять же, денег заработать. Сделали фраги, то есть, уничтожали чужих героев, деньги у них отнимают. Как-то надо как-то Тини сейчас попробовать принять. Вот там, Эссенш уже просто прилетел, там, Хускар. Такой вот слишком жесткий. Слишком жесткий, да. Слишком жесткий. Другому никак не скажешь. Вышечку должны сейчас, конечно, на нижней линии, ребята, здесь уже забирать. Да, сфу, леона, наверное, забрали. Ну, и Купа сейчас пошла байтить иллюзией. Но, тем временем, Хускар продолжает. Копьеметание. Так, квопа, квопа, квопа. Ну, понятно, наверное, уже, что иллюзия. Спартакиада и копьеметает, и в длину прыгает. Да-да-да-да-да. А это как-то троеборье. Ну, точнее, не троеборье, а многоборье. Вот так вот. Троеборье вроде бегают и плавают там. И что еще делают? И на велосипеде. Так, квопа крикнула. Ускоряется Дарксир. И бежит, 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 бежит. Там еще скамак пришел, квопа прыгает. Хорошо. Ультануло, в двоих попало. Но нечем дальше продолжить атаку. Потому что она здесь одна. Саленс получила. Связали ее, ой, связали плохо. Шейкер пришел. Шейкер поставили стеночку. Шейкер думает, что же делать? Фессуру давай уже наконец-то дал Фессуру. Убил. Просто закопал Фессуру сейчас. Сейчас. А, еще и Хускар сюда пришел. Я же ищу Хускара. Штара вышку сломал, да. Селепорт агоним прилетел. Тини с агонимом. Тини, Мидас, ПТ и агоним. Кто-то у Тини тоже все очень здорово. Даже все лучше, чем у Хускара. Но мне кажется, что Хускар такие сильнее. Вот почему-то так кажется. Ну да. Хускары реально сильнее, чем Тини. И плюс у него Аегис есть. Ну просто у Тини один артефакт. Ну как бы, да. Это, ну хотя, ладно, два ПТ и агоним. А у Хускара тут, как бы, доминатор, армлет, Саша. Да, чуть побольше. Ну у Тини, конечно, подороже артефакт. Но сейчас павершот пролетел в Хускар, он вообще не заметил его. Что там было? Муха пролетела или что там? Это ветер, ветер просто подул. Ой, связала, хорошо. Ну сразу же Хекселенчик подсевил, есть подкоп. Ускорили Федора. Ну и дальше. Хускар перечисляет армлет, а пусть одного уже убил. Но сейчас пытается расстрелить его. Аегис выбили, он сейчас в фулл хп что-то там появится. А это только Хекселенчик, секунду, стер. Есть фиссура. Хорошо, а прыгай в скаймаг. Вообще, хоть кого-нибудь прыгай, стрелять. Что тут происходит? Какой же урон? Две эти дэнерска пья. Да с Виспом что-то неудобное произошло. С скаймагом тоже сам, абсолютно. Скаймаг, ноль армора, по-прежнему, 200 дэмм. То есть два выиграла, такой скорость, и тык. Ну вот это минус синий, как бы. Погиб, конечно, клак вверх, но... Ха-ха-ха. Я тоже хочу повеселиться. Просто на дайвер тебе копим. Почему бы и нет? Леон занял грамотный позиции. Леон, кстати, уже имеется дайвер 11-3. Так вот просто размазывают сейчас пейн с этим хускаром. Блин, какой же классный бой. Ну так да, в таком-то исполнении. Все, ребята, все играем сегодня на хускарах. Оттачиваем мастерство. Да, к старку присоединяется хускар, скорее всего. Ну вот действительно очень жестко как-то. Прям, ну... Ну вот вообще нет никаких нареканий. Ну я не знаю, как можно... Какие нарекания? О чем ты? Какие нарекания? Просто... Там парень 5-5-0-1, всех убивает, все вышки ломает. Хорошо, забирает. Делает все. Он плейт на карте все. Ну реально, как там... Есть пословица украинская, что там... Ладно, ну короче, на все руки мастер, вот. Да, хускар. То есть все, реально сам все делает. One Man Army. Так, прилетели. Шейкера, кстати, Шейкер сейчас будет нас подпадать. Дал хэнснэм. И вот не приземлился палец. Беспотарист, мертвый. Хорошо, клоквирк подошел. Должны быть гога. В гогах зажал. Вот мы включим просто гаечным ключом камни разбирать по кусочкам, но нет. Не так уж много урона. Все-таки выживали нас там. Один разменялись. Хускар, правда, пока что я же в фарме. Попикали сейчас от Хускара. Типа, я дуже. Давай ты займешься более полезными вещами. Ну, говорит, еще чуть-чуть, парни. Мне кажется, он просто музыку вообще включил. Вышел там из ТСа. Вы сами по себе. Я тут раздвигаюсь. Да, какой-нибудь рок-н-ролль. Такой драйв какой-нибудь. И я такой, джжжжж, и погнал. Да-да-да, вполне может быть. Но у него 2.30 на руках. Может, там что-то... Он реально сейчас сатаник купит. Я вот чувствую. Это сатаник, ребята. Три минуты и сатаник. И потом просто пойдет на тени и посмотрит так вот с высока. И гиги напишут Пейн. Ты что, это с пускарки? Сатаник, 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 сатаник. Слебарды. Для этого. Ему скоро надо будет, чтобы админы прописывали героев на карте и крипов, потому что места ему будет мало, наверное. На этой карте надо вот add там какой-нибудь там Doom 25-й левел hero. Просто, чтобы пускару было чем заняться. Ай-яй-яй. Ну, смоук от Пейн. В принципе, не стоит забывать, что они довольно тоже сильный сетап у них. И Тинни все-таки какие-то артефакты получил. Так, ускоряется. Федор, нашли они Шекера. Шекер везде. Просто ты заменил Шекера, он ходит везде, где он не стоял. Он стоит в потайной, его увидели. Он стоит снизу в кустах, его также находят. Ну, он успел такие купить даггер. Там, кстати, забрали Тинни. Сейчас попробую ты его еще тоже казнить. И вот у Паул делает. Ну, а Клакер говорит, нет, дружище. Их, а Кускар там опять сломал вышку. И он вообще пиздрается, что происходит. Реально, есть три. Просто и сейчас Таникит еще и есть лотаник уже. Ох, что это Кускар. Так, опять ветерком там что-то вэрочка подуло. Ну, это просто смешно. Ты здесь что делаешь, Кускар? Да, 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 он просто не обращает к ней внимания. Он тупо крип повалит. Говорит, давай мне все равно ничего не сделать. Он брейгает, как был эф-брейком в хрипах. Да, Кускар, Кускар. Такой-то интересный товарищ. Просто забил на ВР-ку. Там действительно хиперегей больше, чем вносили в роли. Пять-пять-пятнадцать. Пять-пятнадцать. Прошло уже восемнадцать минут игры. Ну, графики катастрофические. Успешно, конечно, для ребят. Чувствую, да. Экспириенс тысяч золота. С Экспириенсом десять. В любом случае вот так же хватает. Марошан через минуту. Чуть-чуть больше. Если б с фататик. Ну, и что будет с следующим артефактом? Давайте. Ну, травела надо какие-то. Угу. Мне кажется. Или криты. Или криты, даже так. Ну, прям совсем жестко, чтобы криты были, да. Ну, такие у меня варианты. Мне кажется, он просто сейчас какой-нибудь вообще лотар себе купит. Побежит устраивать. Ну, кстати, да. Можно какой-нибудь лотар-блинк купить. Вообще, чтобы... А, слушай, а если собрать аганим и... Ну, там... Кстати, аганим. Аганим. Ну, хорошо уже. Аганим и Этериал. Ага. То есть Этериал и проигрыш кого-то. Ну, да. Что-то такое. Не, ну, конечно, он может и ВКБ там купить, но это все неинтересно. Это вообще неинтересно. Аганим уже неинтересно. Каждые 4 секунды, то есть, каждые 12 секунд прыгает в криппов, а только он будет каждые 4 секунды прыгать в криппов. Ну, он просто... Он будет потом прыжками перемещаться. То есть, он не будет ходить, он будет просто прыгать. Так, ну вот вместо лотара тут есть инвиз. Ярошанчик появился. Ну, тут надо, чтобы все просто вышли из Рошпита и оставили в покое Хускара. Не мешали ему заниматься его любимым делом. Слушать музыку и убивать, что движется. Просто... Есть фильм такой, да не цепной пес, но вот это вот Хускар просто. Спустили его с цепи и давай. Фас, сказали, убить. А Игис, наверное, как раз таки он сейчас забьет. Да он заданает его. Я бы никакой Квапе это не отдал. Нет, я думал, он заданает ей. Честно, ну ладно. Все-таки Игис таккортировал. Слишком так хэдкорного было бы. Да, да, да. Ну, будем улетать. Действительно, будем улетать. Так, ладно, давай уж немножко посмотрим действительно команду Пейн сегодня. Тинни с БПБ. Тинни с Аганим. Тинни может драться. Причем драться довольно-таки неплохо. Правда, не с Хускаром. Вопрос. А кто может драться с Хускаром? Я думаю, и Фонтан там как-то будет плакать Хускара. Ой-ой-ой. Так, надо подумать. Кто же может драться с Хускаром? Ну, выиграем. Так себе, конечно, тоже воин. Ну, хотя, Фокус Файер с Аганимом. Ну, да, да. Верка вообще может Хускара развалить. Реально, когда-то мало ХП. Да, звать-то может. Ну, Сатаник, Амалет, 2500-х здоровья. Олимпардов добавок. Несы по нему будут еще прокать воин. Там без... Тинни точно не воин. Мне вообще не воин ни разу. Тинни начинает играть в... Очень привычный дот для Виспа и Тинни, когда не проигрывают. Такой на хайграунд. Не знаю, это, чтобы падать в вышечке. Телепорт. Что мы с вами не наблюдаем. Скоро связали. А мы вообще без разницы стенки, не стенки. Что он ничего абсолютно не чувствует. Дошел просто и опять же копьями. Скидывает этот Тауэр. Там, кстати, вышки. Тинни уже ломал. И по бараку начали такил. И ты посмотри. А вот это серьезно. Это очень серьезно. Есть лепортер. Тинни поймали. Свисп. И Тинни уже некуда. Отсюда не денется. И Саленс. Да, разумеется, Тинни сейчас у нас с вами. Убьют. И бараки снизу упадут. Пейн. Все слишком плохо. Тауэр. Сломай. Ну что, смотри, что. Он прыгает в свою иллюзию. Есть Сатаник. А я вам без разницы. Хорошо. Нужны какие-то... И глимер на него. Попробуйте, что сделать. Так, Тинни пошел веткой бить. Подбросил. Хорошо. Кускар приземляется. Ну, теперь кто кого. Сатаник поржал. Ахо, слэм. Залетел. Тинни БКБ, правда. Кускар прыгает дальше на Ио. Бьет его. Наваливает Ио. Ио погибает. И Кускар дальше. Брак уже погиб. Кускар приземлился вниз. Из 200 хп, убил Тинни все-таки. Да, убил на 100 хп. Кускара бил 5 раз его. Ну и все. Так, Кускар теперь недоволен. У него много хп. Медленно обед надо сразу же хп сбросить. Связали его. Вот. Это отличная возможность как-то его прокарасить. Но сейчас он дальше будет прыгать просто. Да. Конечно, фоллового Кускара здесь мало кто может убить. Ну, точнее, в смысле, вот если бы его пилы 9 героев, а не 5 чужих, то есть 4 своих еще. Тогда возможно. То есть Виверна нужна была, да? Чтобы она ультанула, а теперь все свои убили. Тогда возможно, что-то и получилось бы. То есть та же самая Клопа там со вторым ультимейтом чистым. Самая проблема для Кускара. Но здесь, по-моему, без разницы. Хорошо. Подкинули урона. Нет абсолютно никакого. Щелк, 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 щелк. Просто через висуру даже прыгнул. Что происходит вообще? Прыжки с барьера. Это реально олимпийские игры. А вот отсюда? Вот отсюда. Увозить вот сюда. Чудо-висп. На Кускар. Ну, я надеюсь, все-таки Кускара сейчас смогут нас убить. Да, развалили наконец-то Кускара. По-настоящему он умер в первый раз. И должны уже Анноуна отсюда отходить. Но он прям чересчур занаглел. Все прекрасно понимал от Кускара. То, что нужно, нужно хоть как-то. 20 тысяч золота. Ну, что за графики. Будет собирать себе Кирасу, насколько я понимаю. Кирасу, как у Кускара. Ну, Кирасу неинтересно. Да, неинтересно. Вообще неинтересно. А может быть, Муншард? Чтобы прям закидывать этими копьями. Безумно быстро. Чтобы они... У него и так скорость атаки 0.32. Ну, чтобы... Вот второе копье вылетало прежде, чем первое долетит в цель. Как-то так. Или там, не знаю. Так, есть Аршид. Ну, Квапа, конечно, с Тиней пока не может посражаться. Все-таки у Тиней урона хватает. Там 300 с руки, даже чуть-чуть больше. Скорость таких карты. На самом деле нельзя шутить с Тиней. Тем более, когда есть Висп. Вот Кускар может дошутиться. Я, конечно, все понимаю. Там и Нетворс очень хороший. И сам по себе герой безумно сильный. Но Тиней-то не слабже. Ну да, ну да. Сейчас Тиней тоже себе Кираску прикупит. И тогда вот начнется избиение этого Хускара. Ну, Кираса на Кирасу дает 0 Кирас. Но все равно скорость атаки для Тиней гораздо важнее, чем для Хускара. Это да. Тут как бы не поспоришь. Тиней 4000. Хускарик воскрес и пошел там кого-то искать. Кстати, тут нашли Леона. Но можно попробовать на него запрыгнуть. Правда, Леона есть Форстаф и Блинк. Еще и Глиммер. В полном составе. Да, Леон тоже уже три таких конкретно хороших артефакта. Для суппорта имеет. Там, понимаешь, денег как у ВРки. ВРка, если что, мидер. Ну, как бы. Бывает. Да, там и Шейкер также уже недалеко. Есть Таггер, Медалька, Арканы. Кстати, Медалька очень хороший артефакт, особенно для Хускара. Вешать на него постоянно надо ее. Особенно, если там будет супер Медалька. Так, ну вот зашел Хускар, есть Фортификация. Нет, Фортификация. Ой, связала двоих. Как прыгала прям в лицо. Молодец. Шейкер в соло прыгнул, убил через эхо-слэм Скаймага. Ясненько. Утарил один раз эхо-слэмом, тот уже умер. Саленс, Дарксир, здравствуй. Мертвый Дарксир. Связали. Очень, кстати, интересно. Сейчас связали. Федор, но стреливает просто со всех сил. Ну да. Долго, конечно, там Федор стоять не может. А, они полетели наверх, типа, делать минус-торну. Но там Фортификация такая, просто облом. Ну, по-другому не назовешь. Вот так просто раскачивались. То есть, ракеты еще добило. Хорошо, Хиксанули сейчас в Тине. Тине старается убежать, БКБ, ТПА, вот. И сбить-то уже вот на этот раз нечем. Хускар веселится. Сломал очередную сторону. Колоцый. Ну, вообще, он вот как на своей базе. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо, есть стан. Подкинули. И бежать в сторону. И бежать в сторону. Есть сатаник. Да ладно. Ой-ой-ой, какой хороший сейчас был шейкл. Правда, по маршотам можно даже было не стрелять. Сатаником отъедается от крипов. Почему-то он фуловый. Что случилось? Но есть, кстати, Кираса у Тине. Ну, вот теперь может быть, пока Кираса нету. Хускара прилетел хокшот в Тине. Закрыл Коги. Выбросил там Тине. Говорит, а иди отсюда. Ну, Кускар-то просто с Коги бьет. Вот так вот стянули. Копа замутила и забрала. Прыгает с Дарксира. Дарксир приехал. Да, стянули еще и Виспа сейчас. И, походу, это конец для Пейн. Уж слишком трудно им бороться. Клак вверх. Нет, не связали клак вверх. А в любом случае это ГГ. ВП. А Ноун потрясающе отыграли третью карту. Так сказать, за вторую отыгрались. Это точно. Ну, почти рэмп это сделал. Действительно, в этой игре только рэмп же не хватало. Что-то какое-то... Так, это сейчас про свою команду говорит. Это пришел стенд-ин такой, ребят? А это и стенд-ин. Что, что надо? Поиграть надо? Давайте. Что, затащить карту? Да не вопрос. На ком играть? Хускар, да хорошо. Давай, давай, давай. Хускара мне пикни, действительно. Ох уж, ох уж этот Хускар. Слушайте, ну мы за это и любим Доту. Потому что, ну вот, ничего не предвещало беды. И тут Хускар на третью карту. И он просто что-то какие-то безумные вещи делал. Может быть, на самом деле это в порядке вещей. Может быть, вы, друзья, каждый раз так в пабе играете. Но я, честно говоря, первый раз вижу такого Хускара, который вот просто оторвыш какой-то. Я не знаю, где его они нашли. Но это Хускар, который в перерывах между Дотой, наверное, еще там в ММА дерется. Что же всех разваливать там? Троих давай мне на сцену, на риск. Я против одного не дерусь. Давай, троих. Рэмпэдж. Вот так вот. Ну, в общем, на сегодня все, кстати. Это была последняя игра. Очень интересная игра. Я безумно рад, что мы увидели что-то подобное. Прямо под утро сделали настроение. Здорово. Здорово, здорово. Нет вообще никаких плохих слов. Мне безумно понравилась сегодняшняя ночь, так сказать. Так что, друзья, приходите каждую ночь к нам. У нас самая лучшая компания. Самая веселая. Самая интересная. Самые непредсказуемые игры в американском дивизионе. Вот. И не пожалеете. Ждем вас завтра. Послезавтра. Вообще всегда вас ждем. Приходите. Судья SLTV была сегодня с вами. С вами был также Ниашхарт и Колд Итил. Ну, и мне остается на последок показать вам пару рекламных роликов. И потом просто выключить стрим. Так что прощаемся. Всем пока. Продолжение следует...